Добрый вечер! Рада вас приветствовать! И сегодня я не просто так решила дать эту тему, потому что у нас огромное количество вообще вебинаров по целеполаганию, по планированию. Очень много вообще материала, который мы в принципе вам можем дать. Но вот сегодня была такая ситуация, мы были сегодня на директорской конференции у Светланы Заварухиной. Это наш вышестоящий наставник Олег и Светлана, они наши наставники. И они рассказывали про Наталью Жук, которая потрясающий лидер в параллели. Она не относится к нам никак, кроме того, что строит бизнес Фаберлик. И ей задали вопрос, как получилось так, что ты даже несмотря на то, что происходит вокруг, растешь? И она сказала, я сама с собой закусилась. Такая фраза закусилась. И это действительно фраза очень хороша. Потому что как бы мы не хотели, чего бы мы не планировали ради кого-то, ради чего-то, кому-то мы что бы не объясняли и не, знаете как, не обещали. Все-таки действительно, когда мы сами себя призываем в армию, как говорит Радислав Гондопас, когда мы сами себе ставим конкретные задачи и планки определенные, только тогда это начинает работать. И очень часто я просто замечаю, что многие пишут цели, записывают их, даже прописывают планы. Но недостаточное количество действий под эти планы, под эти цели не приводят к результату. Поэтому сегодняшняя тема у нас, она будет такая больше, знаете как, на понимание и на работу со своим мышлением, со своими взглядами на этот продукт и с нашим мышлением, что, почему у нас где-то что-то не получается. Вот прекрасное вообще вот такое возражение. Возможно завтра будет самый лучший рассвет в твоей жизни, не пропустите его. Потому что когда мы не верим в себя или не даем себе возможность поверить, что это реально, то действительно можно пропустить рассвет. Итак, есть не у всех, у новичков это обычно только старт, и у них еще такого нету. Но даже эта фраза применима к нашей жизни. Она мне очень понравилась, я решила, чтобы вы улыбнулись, потому что от позитива и от позитивного мышления зависит очень многое. «Упал лицом в грязь, встань и убеди всех, что она лечебная». Я прям смеялась над этой фразой, над этой картинкой, потому что на самом деле, если мы не позволяем себе расстроиться от того, что мы лицом в грязь упали, если мы не позволяем себе сделать поблажку и все равно продолжаем движение к цели, если мы не позволяем, а убеждаем себя и вокруг себя людей, что эта грязь лечебная, то тогда мы однозначно на правильном пути, потому что впереди нас ждет только успех и только достижение, потому что позитив работает всегда. Итак, сегодня мы с вами не будем разбирать, что такое цель и как ее ставить, потому что я говорила уже, что есть у нас обучение и как строить план. Мы просто поговорим с вами, что это очень важно. Итак, основные этапы достижения. Это цель плюс обязательно план к цели и плюс обязательно действие. Вот этих три самых важных этапа для получения результата. Если хотя бы убрать хоть один из пунктов, ничего точно не получится. Можно поставить цель, можно прописать даже грамотный план, но не делая действий не достигнешь ничего. Можно поставить цель, начать действия, но если они будут, знаете, как анархические, если они будут непонятные, неосознанные, то без плана ничего не произойдет. Очень важно, чтобы действительно был прописан конкретный план на конкретную цель и конкретные действия были конкретно под это. Добрый вечер, Владимир. Соединение всех этих трех направлений, они действительно приводят к результату. Что же такое цель? Давайте просто вкратце разберем, чтобы еще для понимания для вашего, и чтобы у вас это более четко выстроилось. Цель – это конкретное направление, куда именно вы идете. Ну, как это можно вообще в образах написать? Например, если вы идете за молоком, вы же понимаете... Поставьте мне, пожалуйста, пятерочку, кто понимает, что он идет за молоком, а, например, не за того, чтобы встретить любимого человека. Когда человек идет за молоком, он понимает, что ему нужно купить молоко. Конечно, все правильно, Галина. Когда мы идем за молоком, мы просто идем туда и просто покупаем. Это тоже своего рода такая цель, маленькая, но нам нужно ее получить. Это конкретное направление, и если, например, дома дети ждут кашу от мамы, а молока нету, то никакой телефонный звонок нас не остановит, никакая подруга не задержит нас на час-на-два, никакая любовь нас не заманит в какой-нибудь ночной клуб, на пенную вечеринку. Мы будем знать, что нам нужно накормить ребенка кашей, и мы идем за молоком. Вот это направление, куда точно мы идем. Мы очень часто не задумываемся, куда мы идем, если мы четко понимаем, что нам надо. Что такое еще цель? Это то желание, обладание чем-то и определение за счет чего. Сейчас попробую объяснить это. Всегда, знаете как, цели могут не достигаться только лишь потому, что это нежелаемый объект. Ничего страшного. Запись будет, да, это вебинар, который у нас как положенный для команды, и поэтому запись обязательно будет для всех выслана завтра. Но, надеюсь, вы не уйдете, досидите до конца. Итак, это желаемый объект. Например, поставьте мне, пожалуйста, восклицательный знак, у кого было или сейчас есть желаемый объект квартира. Ну, например, кому нужна квартира. Или это было раньше, и вы ее купили. То есть, вот, отлично, у Юли было или есть. Вот, отлично. Спасибо. То есть, вот это то, что оно желаемо и необходимо. Это тот объект, о котором мы все время думаем, если у нас его нету. Или, например, смотрите, такой пример. Предположим, квартира у вас есть, но мебели нету. Или нет, например, вот шкафа для того, чтобы сложить одежду. Это тоже может быть желаемый объект, и он может стоить определенное количество денег, и его можно очень легко перевести в цель. Это я вам говорю о крупных покупках, я вам говорю о средних покупках, о целях, которые могут быть краткосрочные, могут быть... Отлично, Владимир. Краткосрочные какие-то цели, это когда срочные и важно. Это может быть среднесрочные цели, которые более дорогие, и пока недостаточно денег, нужно накопить или заработать на них. И могут быть дальнесрочные цели, это уже, например, то изобилие, которое вы можете себе позволить по итогу. Например, это уже дорогие поездки за рубеж, это, например, дорогая шуба, это дорогая машина. Это то, что, в принципе, без чего вы можете сейчас обойтись, но вы очень этого хотите. Это можно спланировать как в дальнесрочную цель. И когда вы определяете из своего желания цель, то вы понимаете, за счет чего вы можете это получить. То есть это та сумма денег, сколько стоит эта желаемая цель. Это вы сейчас фаберлик, и поэтому мы будем говорить именно о фаберлик. Хотя многие из вас работают на простой работе, и фаберлик это дополнительно. Но не всегда простая работа может дать результат. Это дорогую машину, например, дорогую квартиру, шикарный ремонт, дорогую шубу, дорогую поездку для всей семьи. Не всегда. За счет чего? В компании фаберлик платят определенные деньги за определенный оборот. Это рост по маркетинг-плану. Мы вчера с вами на структурном собрании проговаривали эту тему, и у нас есть обучение, как по маркетинг-плану зарабатывать какие деньги. Когда вы определяете стоимость желаемой цели, то есть в начале желания, а потом перевод ее в цель, то вы определяете сумму, сколько это стоит, и вы понимаете, сколько вам надо зарабатывать в компании фаберлик, или сколько вам надо зарабатывать, чтобы накопить на эту цель, и вы понимаете, за счет чего вы можете получить желаемую цель. Если понятно, поставьте плюсики, чтобы я понимала, что вы меня поняли, потому что я буду двигаться дальше. Поставьте, пожалуйста, плюсы, кому понятно. А я пока буду двигаться дальше. Если у вас возникли вопросы, задайте их в процессе моего преподавания. Спасибо большое. Смотрите далее. Цель – это конкретная сумма денег, то, о чем мы с вами говорили, которую вам необходимо, чтобы получить желаемое. Почему я разделила этих два понятия – обладание желаемым и конкретная сумма? Потому что, когда вы конкретно понимаете, какая это цифра, какая это сумма, тогда вы четко понимаете, как вам необходимо спланировать, и через какой срок вы можете достичь своей цели и это получить. Очень важно всегда переводить свои цели именно в конкретную сумму денег, для того, чтобы четко регулировать свое движение. Двигаемся дальше. Цель – это постоянный фокус и акцент на важном и срочном. То, о чем говорил сегодня Радислав Гондопас, те, кто пришли ранее и услышали полезное видео, в котором он говорил, те, кто не услышали, я не был, я сейчас повторю. Когда вы держите фокус и акцент на конкретной задаче, на конкретной цели, то никто никогда вас не сможет свернуть в сторону. Это вот опять же повторяю, что если вы идете за молоком для того, чтобы сделать, сварить кашу для своих детей, то это конкретный фокус на конкретной цели. Дети сидят голодные, нужно бежать быстрее за молоком, потому что оно у вас закончилось. Если вы идете за молоком так, дополнительно, чтобы попить чайку с молочком, тогда вас действительно могут свернуть в сторону. Я привожу такой реальный пример жизненный, потому что, ну, я могла бы привести пример по нашим потребностям, но не хочу об этом говорить, потому что там вообще однозначно. Если мы чего-то хотим по физиологии, мы точно ни подруга, ни сестра, ни какое-то развлечение, ни чья-то другая цель нас не остановит. Мы однозначно пойдем туда, и пока мы не реализуем свои потребности, мы точно никуда не захотим. Поэтому всегда фокус стоит на важном и срочном, то, что необходимо. Это и есть цель. Если вы поставили цели, и у вас почему-то не зажигает что-то важное и срочно, значит, вы поставили цель, ну, так, молочка для чайку, может быть, завтра, а может быть, я могу и без молока попить чай с конфеткой или там с чем-то еще. Поэтому оно должно быть четкое, понятное, осознанное. Зачем нужен план? Вот поставили мы цель, мы ее определили. Зачем же нужен план? План нужен для понимания, что должно измениться в вашей структуре. Мы говорим о сетевом маркетинге, поэтому я конкретно об этом и говорю. Чтобы вы понимали, я иду в правильном направлении. Как вы это можете понять? Вот когда вы план расписываете по конкретным задачам и по показателям, например, привести какое-то количество консультантов в свою команду, просмотреть людей, сделали ли они заказы и многие-многие вот такие вещи, включили ли вы новичков в стартовую программу. Много там задач внутренних, которые вы будете делать, но именно показатели помогут вам понять, в правильном вы направлении идете и достигнете ли вы по итогу своей цели. План – это пошаговые, прописанные действия на весь период для достижения вашей цели и разбитые на этапы. То есть, например, ваша цель должна состояться и ваше желаемое должно быть через год или через два года. Длительную такую дистанцию держать два года очень тяжело, потому что где-то вас могут все равно, где-то вы устанете, где-то еще какие-то моменты, всякие бывают форс-мажоры и многое другое вас могут отвлечь. А когда вы разбиваете на этапы, на короткие дистанции именно план, то тогда на каждом этапе у вас будет маленькая по цель, та циферка, тот результат, который будет вкладываться в вашу общую цель. Я буду двигаться дальше. Если вам понятно, поставьте мне восклицательные знаки, чтобы я понимала, что вы меня понимаете. Или задайте вопросы. Вот смотрите, это может быть полугодие, это можно поквартально, это можно по периодам, это необходимо обязательно по неделям и обязательно необходимо по дням. Отлично, благодарю вас. План помогает ориентироваться на показатели. То есть, вы держите четкий ориентир. Вот еще раз приведу тот же пример. Например, пошли вы за молоком. Вы все равно чаще всего покупаете в одном магазине молоко или в каком-то ближе к дому, или в каком-то, если вы, например, смотрите на какие-то скидки, есть такие люди, которые знают, где со скидкой молоко, они побегут туда. Но если вы ограничены во времени, то чаще всего вы зайдете в ближайший ларек, купите молоко и не будете заморачиваться о стоимости этого молока. Потому что у вас цель накормить ребенка. И когда вы туда идете, то вы четко знаете, вам нужно одеться, выйти из дома, взять с собой кошелек обязательно прежде, чем выйти из дома, взять ключ, закрыть дом, выйти из подъезда, повернуть, например, направо, как у меня, у вас, может быть, это налево, может быть, это прямо, дойти несколько метров, сто, двести метров до ближайшего магазина, зайти, может быть, выстоять в очереди, может быть, не выстоять в очереди, купить конкретное молоко, каждый любит свое, кто-то любит одну жирность, другой любит, например, топленое молоко, третий любит еще что-то, кому-то нужно литр, кому-то нужно пол-литра, кому-то нужно пять литров. То есть вы четко понимаете те действия, которые вы должны совершить для того, чтобы купить молоко, но вы о них никогда не думаете, вы когда-то это для себя уже уяснили и, возможно, прописали. Конечно, я сомневаюсь, что вы прописываете план для покупки молока, конечно, я сомневаюсь в этом, но все равно, когда-то было это в первый раз, и когда-то вы в первый раз это сделали, и у вас уже мышечная память запомнила, как вы это делаете. И бывали, наверное, у вас случаи, когда вы пошли за молоком, но вдруг забыли кошелек дома, и такое бывает, вам пришлось вернуться, и потом впоследствии вы никогда не забудете кошелек, не забудете ключ и никогда не пойдете в соседний подъезд, потому что там нет молока. Вот такой пример живой и жизни. Так и здесь, когда вы идете к своей цели, то у вас есть конкретный прописанный план, о котором вы не думаете. Вы один раз по нему прошли, и потом вы уже делаете привычные действия, привычные для себя, привычные для своего мозга. Вы, вероятнее всего, будете идти по этому плану, а думать совершенно о другом. Возможно, вы будете продумывать, какое блюдо вы приготовите дома. Это я про жизнь говорю. Возможно, в работе, в бизнесе, вы, идя по плану, вы будете продумывать, как лучше смотивировать своих консультантов и свою команду для того, чтобы она сделала рывок и быстрее вышла на результаты. Может быть, вы будете продумывать те действия, когда вы будете идти по плану, что же вам еще такого изучить, которая вам поможет ускориться. Все на самом деле гораздо просто. Цель, на эту цель план, и потом начинаются действия. Давайте посмотрим следующий слайд, для того, чтобы вы увидели, как это у нас происходит в жизни, и на какие трудности мы опять можем наступить. Вот мы поставили цель. Вот мы начали действия по этой цели, по этому плану. И вы говорите, ну же, ну же, ну же. И ну еще чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Ура, почти, почти, совсем чуть-чуть. И вдруг вы видите, что путь-то гораздо длиннее. И вы говорите, во, блин, мне безумно понравилась эта картинка. Я сегодня просто до слез хохотала над ней. Если у вас есть какие-то свои эмоции, вы можете их написать, поделитесь ими по поводу этой картинки. На самом деле очень часто у нас происходит такая ситуация. И вот как только мы вроде бы чуть-чуть уже почти дошли, как только мы понимаем, что у нас еще там длинный путь к более большим целям, то у нас часто вот происходит вот это состояние, о, блин, а справлюсь ли я? Но знаете, самое интересное, вот здесь вот есть, вот если вы на этот пик зайдете, на этот пик, и немножко дадите себе, немножко расслабиться, совсем чуть-чуть, и просто скатитесь по горе вот в эту ложбинку, это не страшно. Это тот передых, когда вы можете как раз подумать, что еще вы можете достичь, что еще вы можете ускорить, какие дополнительные действия вы можете вот здесь вот именно добавить, чтобы ускориться и чтобы действительно уже дойти до своей цели. Когда вы разбиваете на этапы, правильно, правильно, Дарья, постоянное развитие, потому что многие часто доходят, и у кого-то это 100 баллов, дошли, увидели, сколько еще нужно сделать, и хью, и скатились обратно. Или 200 баллов. Но чаще всего 100 и 200 баллов люди как-то еще достигают. Но доходят до 600, им становится страшно, они думают, боже мой, а вдруг у меня не получится. И вот здесь как раз то, о чем пишет Дарья, нужно развиться, повысить уровень своих компетенций, получить дополнительные знания, как еще лучше и быстрее достигнуть следующей планки. Конечно, на жизненном пути, даже если не брать вообще в пример сетевой, даже на жизненном пути у нас есть такое. Вот-вот-вот-вот мы что-то купили крупное, и мы думаем, фу, я купила в шкаф. И мы понимаем, шкаф-то я купила, а вот кровать-то нет. В шкаф-то одежду-то мы сложим, а спать-то не на чем. И мы начинаем новый путь. В жизни почему-то начинаем, а вот именно в сетевом где-то даем себе слабинку. Дайте слабинку, слегка скатитесь, чуть-чуть передохните, подумайте, что вам нужно дополнительно, и двигайтесь дальше. Это путь лидера, это путь того человека, который не остается на нижнем уровне пирамиды Маслоу. Попил, поел, сходил на работу, пообщался с друзьями, выпил, и достаточно. Это те люди развития, которые хотят больше для себя и для своей семьи. Это те люди развития, которые хотят больше достичь и закусываются сами собой, ставят в себе какие-то новые цели, новые достижения. Картинка мне очень нравится, и я прям вот прям рада, что я ее нашла. Как же достичь результата? Вот знаете как, я сегодня попробовала вот это как достичь результата, разложить на очень короткие, какие-то маленькие такие простые действия, чтобы немножко сбавить вам, немножко ту ситуацию, чтобы вы перестали бояться. Что является ключевое, это, конечно же, действие, обязательно действие, но в принципе достичь результата в сетевом очень легко. И это нужно понять и осознать. Достижение именно конкретного результата все очень просто, потому что результат в показателях достигается очень просто. Результат именно в развитии более сложен, когда вы меняете свое мышление, когда вы видоизменяете свое окружение, когда вы становитесь более большим профессионалом, тогда посложнее. И то это не сложно, это интересно и очень такое, знаете, очень-очень такое полезное и для жизни, и для мозга, и для вашего окружения. О показателях это очень просто, это нужно понять и осознать. Ключевым является, сетевой это бизнес показателей. Если не будет показателей, если не будет плана к показателям, то никогда не будет результата. И помимо того, что есть показатели, это регулярных действий по плану, то, о чем мы говорили с вами до этого. Ключевое это результат в сетевом виден спустя только 3, 6 или 9 месяцев. Это если делать действия каждый день. Если не делать каждое действие каждый день, то и через год, или через 5 лет результата не будет. Но если вы точно будете двигаться по своим показателям, по своему плану, по тому плану, который дает вам наставник, по тому плану, который мы даем вам на вебинарах, не только я, и Дарья огромное количество видео записывала, и мы включали вас в определенные проекты, чтобы вы посмотрели. Если вы это не смотрели, заявитесь, мы вам дадим этот доступ, и начните изучать. Если вы делаете каждодневные действия, то через 3 месяца вы можете достичь первоначального результата. Через 6 месяцев вы можете укрепить этот результат и достичь еще несколько этапов вперед по маркетинг-плану. А через 9 месяцев вы уже будете чувствовать себя более уверенным и более грамотным в этом достижении. Спустя год вы увидите, насколько вы выросли, не только в показателях, но вы выросли уже и именно в мышлении, и в понимании, что такое сетевой, что такое MLM-индустрия, и вообще как работать со структурой, и какие действия у вас работают, какие не работают. Это уже из опыта, и это ключевое. Нужно понять, что результат в сетевом, он на более длительную дистанцию, это работа на будущее. Это когда вы продажи производите, вы делаете здесь и сейчас и ложите карманные деньги себе сразу же. Почему они и называются карманные деньги? А когда вы строите бизнес, когда вы идете по маркетинг-плану к квалификации, это на длительную дистанцию, и то, о чем говорил Радислав Гондопас, призовите себя в армию, потому что через год вы можете достичь первой планки. Если вы не расслабитесь и будете двигаться дальше, то через два года вы можете достичь очень высоких результатов. Не конечной планки, но очень высоких результатов. Потому что это видно по опыту тех людей, которые идут вперед и достигают. Это видно по опыту наших директоров, которые действительно идут и достигают, и постоянно развиваются. Все очень просто. Первично, что вообще для достижения результата? Первично это понимание, как это делается, и терпение. Просто терпение и просто труд. Следующее, это наработка навыка и наработка опыта. Потому что если вы будете начнете действовать и делать какие-то первые шаги, конечно же, вы наткнетесь на какие-то ошибки, на какие-то возражения, на какие-то сложности. Но это не страшно. Это как раз тот опыт, который вы приобретаете, и когда вы понимаете, что нужно просто двигаться дальше. первично это фокус на то, что вы получите по итогу скурпулезных каждодневных действий. То есть вы идете за молоком, но вы понимаете, какая будет шикарная каша для ваших детей, что аж вы сами не сможете удержаться, и съедите одну тарелочку, или может быть парочку тарелочек. Но это я вам такой вот примерчик привожу. Ваше вознаграждение за ваш труд и терпение будет по итогу достижения, по итогу вот этого терпения и по итогу наработка навыков и вот этого опыта. Что же приводит к результату? Вообще, что приводит? Это организация личного объема не менее 50 баллов. Каждый каталог. Здесь нужно выработать просто привычку. Почему написала организация личного объема? Не все могут продавать, не все могут ходить на продажи, и многие не хотят. Хотя это очень интересное такое направление продажи и работа с клиентами. И очень часто оно дает нам очень положительные эмоции, когда люди нас благодарят за то, что мы им предложили удивительный продукт по очень приемлемой цене, и они получают удовольствие сами и с вами делятся, и говорят вам спасибо огромное. Но если все-таки вы кардинально не хотите продавать, то тогда организуйте свой личный объем. И об этом у нас тоже огромное количество вообще обучения и на нашем сайте Faberlic Project, и на вебинарах точно так же. Привычку надо выработать не меньше 50 баллов. Это вам всегда пригодится, потому что по всем условиям маркетинг-плана, по всем условиям различных вознаграждений, участия в акциях, это не менее 50 баллов. Поэтому вырабатывайте эту привычку. Сложно сразу начните так. Вот сейчас я сделала заказ на 12 баллов. В следующем каталоге я планирую сделать на 20 баллов. В следующем каталоге я планирую, например, на 30 баллов. Постепенно добавляйте, если вам сложно, это сразу же. Привыкайте. Каждодневный рекрутинг Faberlic. Каждодневный. Вообще регистрация должна быть не менее 2-5 человек каждую неделю. 2 это вообще очень мало, но в принципе даже достаточно для начального пути. Потом у вас будет ускоряться этот темп, потому что не вы лично будете уже приводить вашу структуру, будут приводить люди уже, которые в вашей команде. Но должно быть не менее 2-5 человек каждую неделю. Только тогда вы сможете действительно быстрее переброситься через ту планку, где вот еще чуть-чуть, еще немного. Если вы не рекрутируете, команда не будет развиваться, и ваш личный объем никогда вам не даст доход более 50-100 тысяч рублей. Никогда не приведет вас к покупке квартиры, личный объем 50 баллов и 2 новичка за полгода. Никогда. Если вы пришли действительно строить бизнес и хотите попробовать стартануть, то это действительно путь туда, к рекрутингу. Это второй важный момент, который приводит к результату. Третий важный момент. Наставничество и сопровождение своих консультантов. Очень важно быть просто хорошим другом, именно человеком, который направит своего консультанта, даже в самых элементарных вещах. Например, оформление заказа, рассказ об акциях. Очень много таких моментов. То есть передать то, чему вы научились сами. Это и есть наставничество. Сопровождение – это поддержать, помочь, подсказать, включить в обучающие процессы, включить в какие-то акции, помочь включиться наше обучение на вебинарах, объяснить, почему людям необходимо зайти в наши чаты и многое другое. То есть сопровождение – это поддержка. Конечно, вы за руку не будете держать консультанта. Сопровождение – это помощь ему, знаете как, в движение к его результату, к его первым результатам, к его достижению каких-то первых каких-то границ. Ну и я написала включение их во все процессы своей команды и команды директора. Коллеги, вы там молчите. Все ли вам понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятно. Если есть вопросы, я готова ответить. Я стараюсь вам показать, что в принципе ничего сложного нет. Если вы будете просто на этом ставить акценты, то вначале будет немножко непривычно, несложно, непривычно. Потом выработается привычка, привычка, и все. И потом у вас уже начнет вам это нравиться, вам будет интересно, вы поймаете свой кайф и свое удовольствие от этой деятельности, потому что по первоначальному мы не понимаем, зачем мы это делаем. Но поверьте нам, наставникам, мы-то знаем, куда мы вас ведем. Доверьтесь нам и начните просто этот путь. Давайте посмотрим следующий слайд. Почему же люди все-таки сдаются? Хотя вроде бы много что даем. И вот такой слайд потрясающий, очень вообще бесподобный. Возможно, у вас плохо видно, я попробую переключить на другую форму, и вы тогда... Сейчас, коллеги, подождите. Я... Нет, немножко другую форму включу, и может быть вам лучше будет видно от нее. Нет, не та форма, эта форма не совсем удобна, чтобы вам покрупнее было. Ух, еще уменьшила больше. Вот, смотрите. Я немножко увеличила вам слайд, чтобы вам лучше было видно. Смотрите. Можно немножко колесико вот так вот двинуть. Почему люди сдаются? Некоторые ждут быстрых результатов, а их не получ... Да, ой, Даша, это я вот тут орудую. Некоторые ждут быстрых результатов, а их не получают, и пропадает вера. Быстрые результаты, наверное, только у каких-то гигантов, честно скажу. Есть гиганты в таких мыслях и действиях, которые очень быстро растут, но это не всем дается. Поэтому не ждите быстрых результатов, включайте терпение. Перестают верить в себя, то есть где-то наступили на какие-то грабли, на какие-то возражения, что-то где-то не получилось, не удалось, все, перестали верить в себя и отказались от своего движения. В телеграме новичку, который не сдался... Всегда нужно дать ссылку новичку любому, который сделал заказ, не сделал заказ, только пришел сразу вести в чат. Сразу. Это чат для всех. Если вас, новички, вас не слышат, включите их в чат, они могут услышать других людей, потому что там у нас абсолютно разные целевые люди, и которые достигли результата, которые не достигли результата. У нас там все. Поэтому всем нужно дать ссылочку, всех вести. Почему еще сдаются люди? Застревают в прошлом. То есть, знаете как, не видят возможности изменения своей жизни. Это уже работа с мышлением, это уже работа со своим внутренним миром. Они думают по привычке, что продавать это стыдно, что зарабатывать деньги это стремно, что деньги зарабатывают только очень плохие люди и многое другое. В любой, Владимир, в любой, включите своих людей в любой чат нашей структуры. В бизнес-группу, если включится ваш лидер, мы уже его отберем, включим или нет. А так в любой чат. И за чего еще? Зацикливаются на своих ошибках. То есть, вот у меня не получилось, значит у меня не получится. И повторяют те же самые действия, хотя у них не получают. Боятся будущего. Это тоже работа с мышлением. Это тоже те тараканы, которые сидят в голове. Это, пожалуйста, к психологам или на какие-нибудь тренинги, которые помогут изменить ваше мышление. Противиться переменам. То есть, например, наставник говорит, тебе необходимо приводить двух людей, чтобы они приводили так же двух людей. А вдруг мои люди не захотят? Ну, это я как пример привела. То есть, какие-то перемены, какие-то изменения, какое-то направление непривычное, и люди противятся, боятся, боятся, что не получится, боятся выглядеть глупыми, боятся задать вопрос, противятся. Но очень часто оттягивают тогда время, которое уже могли бы использовать для своего результата. Быстро опускаются руки. То есть, знаете как, если тот шагал и говорит, еще чуть-чуть, помните картинку, которая предыдущей была, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, то некоторые буквально пару шагов сделали, не получилось, развернулись и опустили руки. Считают, что семья, считают себя слабыми. На самом деле, каждый человек слаб настолько, насколько он себя в этом видит. И каждый человек силен настолько, насколько он может поверить, что он может стать сильным. Потому что каждый человек силен. Просто единственно, в данный момент, в данную секунду, он не сделал что-то, чтобы поверить в том, что он силен. Думают, что мир им чем-то обязан. То есть, обязан наставник, обязан директор, обязана страна, обязан президент, обязаны менеджеры и многое другое. Запомните, никто никому ничего не обязан. Даже вы никому ничего не обязаны. Если вы делаете из позиции, я хочу, я хочу это получить, я хочу это сделать, я хочу доставить удовольствие себе, своим близким, своим родным и своей команде, из этой позиции вы добьетесь намного большего. Никто вам, никому, ничего и не обязан. И вы в том числе. Страх перед неудачей больше, чем жажда успеха. Это вот как раз те цели, которые неправильные. То есть, помните, я вам говорила на примере, молоко для того, чтобы накормить детей, и молоко для того, чтобы попить, ну, возможно, чуйку. Это не та цель. Вроде бы, вроде бы одна и та же цель, квалификация директора, но непонимание, зачем нужна эта квалификация, и что по итогу вы получите. Если поставлены неправильные цели, то страх неудач будет пересекать именно жажду успеха. Когда вы хотите, извините, пожалуйста, меня, что я скажу такую фразу, если вы хотите в туалет, то страх неудач вас не остановит никогда, чтобы быстренько найти то место, где можно вообще эту потребность выполнить. Это вот точно никак. Вы просто побежите и просто это сделаете. Вот цель должна быть такой. Просто побежал и просто сделал. Не представляют себе всех своих возможностей. На самом деле, очень часто, когда человеку задают вопросы, чем вы уникальны и что вы можете делать, люди очень часто стесняются, скромничают сказать про себя что-то хорошее, похвалить себя. А это не совсем есть гуд. Вот смотрите, есть два таких понятия. Это понятие эгоист. Эгоист переводится эго-я, ист-живу-есть. Я живу, я есть. А многие путают понятие эгоист с понятием эгоцентрист. Эгоцентрист – это тот центр вселенной, вокруг него, кто должен вертеться. Это вот как раз в ту категорию думают, что мир им всем обязан. Это эгоцентрист. А тот человек, который просто думает, чем я могу быть полезен в той или иной ситуации, что я могу сделать такого лучше других, как я могу это сделать так, чтобы я действительно понравился и был интересен для своей команды. То есть человек, который прописывает свои потрясающие качества и гордится этими качествами и их развивает, это тот человек, который эгоист, который хочет жить и хочет быть и жить лучше. Чувствует, что им, чувствует, что им есть, что терять. Люди, которые не идут в бизнес, это уходят из бизнеса, это которые, например, поставили, знаете как, на кон слишком многое. Например, есть муж, который категорически против, чтобы женщина развивалась. И для того, чтобы не потерять мужа, женщина просто берет и отказывается от своего развития. Здесь я ничем повлиять не могу. Это к семейному психотерапевту, к сексопатологу и психологу. Это другие взаимоотношения, это в другое русло. Или, например, есть какие-то вот такие подобные вещи, и человек понимает, что он может очень много потерять, и он уходит. Или, например, знаете как, вот помните, в самом начале я поставила картинку, упали в грязь лицом, и все, издались. То есть, смотрите, например, заболел ребенок, и в данный момент, в данную ситуацию это становится важнее бизнеса, важнее всего. И я, как живой человек, как мама троих детей, прекрасно понимаю, что это действительно в тот момент важно и срочно, и важнее всего остального. Но это не значит, если человек, предположим, переключился на больного ребенка, и помог ему выздороветь, или переключился на больную маму, и помог ей выздороветь, или, например, в семье какая-то беда, и он отключился на какое-то время, перешел туда, и оставил бизнес, но, и получается, по результатам, может быть, как раз упал в грязь лицо, но тот человек, который встанет после этого, и после вот, когда там нормализуется или восстановится что-то, он встанет на новый путь, и всем объяснит, что эта грязь была лечебной, и начнет движение дальше, то он, конечно же, получит результат по-любому, встав с колен, встав вот с этой ситуации, вот с этого дна, и вот с этой вот, ну вот горе, или чего-то такого. А многие обычно чувствуют, мне есть что терять, и они разворачиваются, уходят, и не возвращаются уже в бизнес. Или люди, которые слишком много работают, устают, потому что неправильно выстроено именно время, рабочее время, которое необходимо правильно выстраивать. Почему говорю про каждого? Возможно, вы найдете в этих фразах, в этих вот словах, в этих картинках того человека, или, может быть, несколько человечков, которые относятся к вам. Вы можете, конечно, мне здесь не писать, если хотите, можете написать, что к вам относится. Почему вы иногда сдаетесь и перестаете двигаться? Если не хотите, просто для себя обозначьте эти моменты, и поймите, что это происходит у всех, это касается всех, никто от этого не застрахован, важно взять, просто встать, и объяснить, что всем это была лечебная грязь. Считают, что их проблемы уникальны. На самом деле, вы не поверите, проблемы есть у каждого, проблемы есть в любой семье, проблемы есть у любой женщины, у любого мужчины, и они могут быть абсолютно у всех, и очень часто они даже схожи проблемы. Но когда вы обращаете внимание на проблемы, это те оправдания, которые не дают вам развития и роста. То есть не нужно обращать внимание на проблемы. Неудача для них это сигнал к отступлению. Многие действительно так, если у них что-то не получается, они говорят, да и хай с ним, буду жить в маленьком месте, довольствоваться малым, меня это устраивает. Конечно, у этого человека это право его выбора. Но если вы все-таки решили изменить к лучшему свою жизнь, изменить к лучшему жизнь своих близких, то есть ваша цель, она такая осознанная и хорошая, не только для себя, а для многих, то не разворачивайтесь, повернитесь обратно и идите вперед. И жалеют себя. Очень часто многие себя жалеют. Я устал, у меня здесь не получается, вот тут я не доспал, а здесь вот я не умею, а здесь надо мной посмеялись, а здесь вот это, а здесь вот это, и пошло, и поехало. Жалею себя, потому что я вот мал и слаб, и вот я маленький человечек, у которого ничего не происходит. есть, определите себя, коллеги, потому что все это, это просто оправдание. Есть такой момент очень хороший, и если вы действительно достиг, когда-то туда попали или находите сейчас в этой позиции, то здесь очень просто, нужно просто думать, делать и достигать. Вот смотрите, нет недостижимых целей, есть плохо составленные планы по их достижению, и это на самом деле так. Если у вас нет цели, вы становитесь заложником цели другого человека, даже не фаберлик. Я не говорю про ваших наставников, потому что ваши наставники кровно заинтересованы в вашем росте, они заинтересованы, чтобы у вас получилось. Я вам говорю про тех людей, которые вас окружают, и очень часто это бывают наши близкие, которые нам запрещают много сделать, и тогда вы становитесь заложниками цели ваших близких. Я не говорю, что нужно перестать их любить. Нужно любить, но понимать, чего вы хотите. Попробовать объяснить своим близким, зачем вы это делаете. Попробовать не просто объяснить, а обосновать, для кого вы это делаете. Хорошо спланировано, хорошо спланировано, это наполовину сделано. То есть, если вы хорошо спланировали, то вы наполовину уже сделали тот путь, куда вы пойдете. Это вот народная мудрость, и она действительно очень рабочая. Над чем же необходимо вам поработать, каждому из вас? Я бы даже сказала, нам поработать, потому что точно так же и у меня бывают такие ситуации, и я действительно учитываю эти моменты и работаю над собой и над этими ситуациями. Во-первых, к вам вопрос, знакомы ли вы с эффектом колеи? Поставьте мне, пожалуйста, поставьте мне пятерку, кто знаком, и двоечку, кто не знаком с эффектом колеи. Может быть, вы слышали такую фразу, и вы знакомы. Ага, Владимир слышал, что есть такой эффект колеи. О, какие у меня прям разумные, замечательные коллеги сегодня, ученики. Отлично. Пропишите. Я немножко вкратце вам расскажу, чтобы было понимание все-таки. Вот смотрите, когда жизнь похожа на сплошной день сурка, каждый день одно и то же, это как раз направление, это как раз эффект колеи. Тотальное отсутствие времени на важные дела, это как раз эффект колеи. Чтобы разобраться, наконец, и запустить свой бизнес, или увеличить в три раза прибыль, именно в существующем бизнесе, но не хватает времени, и недостаточно денег, инвестиций, это как раз и есть эффект колеи. Когда вроде хочу, но почему-то не делаю. Это вот как раз те тараканы, это эффект колеи, это те тараканы, в котором мы сидим и не знаем, что с этим делать. То есть, вокруг все разрозненное и все бегает, знаете как, не по вашему плану, не по вашим желаниям, не по вашему стремлению, все само собой где-то как броманское движение. Это как раз и есть эффект колеи. Когда люди, которые тянут вас назад, и причем они одни и те же, и вы с ними ссоритесь, потом миритесь, потом опять ссоритесь, потом опять миритесь, и вы понимаете, что на которых вы не можете опереться, каждый раз, знаете, как ежик вокруг бочки, и с которыми вы не можете добиться желаемых результатов. То есть, они вас постоянно тянут на дно. Это могут быть люди и в ваших структурах, если они у вас есть, но это могут быть и люди, которые ваше окружение. Это те люди, с которыми вы общаетесь каждый день, по телефону, например, вы встречаетесь с друзьями, вот те, которые ближайшее окружение. И у нас недавно был очень хороший такой момент, вот сейчас просто, пока я буду говорить, вы меня слушайте одним ухом, а рукой возьмите листок и ручку, и уже сейчас запишите, пожалуйста, 9 человек самых близких в вашем окружении, которые тянут вас на дно. Те люди, которые приносят вам негатив, те люди, 9 может быть и много, может быть у кого-то меньшее количество, но если вы найдете 9 человек в своем окружении, которые тянут вас на дно, то однозначно я вам тогда скажу, что вы уже сейчас поменяли что-то в своем мышлении, и уже сейчас вам будет понятно, что делать с этими людьми. Их можно или вычеркнуть полностью из своей жизни, если они вам не приносят ничего хорошего, одни огорчения. Или вы можете уменьшить количество общения с ними, если они постоянно вам, знаете как, устраивают провокации. Или вы сможете с ними поговорить и попробовать понять, почему у вас такие взаимоотношения, объяснить им, куда вы хотите двигаться. И может быть, когда вы объясните направление четко, то этот человек скажет, представляешь, я с тобой хочу туда идти. Может быть у вас сейчас просто какие-то непонимания, и из-за этого они тянут вас на дно. Поэтому 9 человек по итогу этого вебинара и в процессе, если вдруг у вас будут возникать мысли, когда я буду говорить, запишите себе 9 человек, которые тянут вас на дно. Или в команде, или в структуре, или в вашем окружении ближайшем. Отсутствие мотивации, энергии, когда действительно нет цели, когда вроде ничего не хочу, вроде бы желание написано 300, а ничего не хочу, а ничего не хочу делать для того, чтобы эти желания у меня получились. Это, конечно, работа над собой, это работа со своими мозгами, но это как раз и есть тот эффект колеи, с которого нужно выбираться. Когда с утра просыпаешься полный сил, а уже к обеду чувствуешь себя как выжатый лимон, это как раз не хватает энергии, мотивации. Здесь и здоровье, может быть, не развивается это направление, много, много там может быть факторов, это как раз вот эффект колеи. Делаешь попытки, но очень быстро жизнь возвращает в старое русло, это однозначно эффект колеи. Если вы натыкались на вот этим небольшое количество ситуаций, а их гораздо больше, я просто не буду долго говорить, потому что вы устанете, мы и так уже с вами говорим практически час, поэтому мне нужно завершать, чтобы вас долго не держать. И так я долго вас держу. И смотрите, это и есть эффект колеи, когда жизнь, здоровье, карьера, финансы, бизнес катятся по проторенной дорожке, из которой действительно очень сложно выбраться. В данной ситуации нужно будет однозначно принимать кардинальное решение «Все, баста, не хочу так больше жить, хочу жить по-другому». Но только вы можете принять это решение, и только вы можете дать себе, как я вам сказала, закуситься самим собой, чтобы двинуться дальше. А инструментов, чтобы выскочить из этой колеи, честно скажу, выползти в сторонку и сторонке как-то полежать из этого эффекта колеи невозможно. Нужно будет делать кардинальные изменения. И для этого мы будем давать вам определенные обучения, чтобы вы постоянно начали, чтобы вы просто убрали. Вы можете просто сделать этот эффект колеи как точку отсчета для своего развития. И это у нас будет впереди. Давайте переходим к следующему слайду. Я прям тороплюсь. Сейчас будут для вас просто картинки для понимания. Вообще, от чего идут проблемы и вот эти вот ситуации. очень мне понравилась фраза «Не убив себе лень, мечту не достичь». На самом деле, если вы хотите чего-то, то нужно будет бороться с ленью. Нужно будет обязательно определить, что для вас является лень. И над этим мы с вами будем в процессе наших вебинаров и обучения работать. А еще вы видели многие, что я не все, потому что не все присутствуют в чатах, завтра сделаю рассылку на заполнение формы, что мы запускаем процесс именно работы бизнес-группе для тех людей, которые готовы призвать себя в армию и достичь именно результата как минимум старший директор за год и как минимум 50 и 100 тысяч регулярно получения каждый месяц. Не говорю период, говорю месяц, потому что можно в период тогда зарабатывать намного больше. Что хочу сказать. Вы заполните форму, если вы приняете решение, и там мы будем разбирать много очень интересных вещей по работе со своим мышлением, по конкретным маленьким шагам, действиям, что нужно делать. Но если вы не убьете лень, никогда не достигнете результата. никогда не нужно смотреть на других, потому что у каждого своя мишень. Кто-то запланировал себе бриллианта и будет двигаться туда, квалификацию бриллианта. Кто-то запланирует себе покупку машину, причем Мерседеса или там или на Порше, а кто-то запланирует просто велосипед, но очень крутой. Я просто вам вот такие вещи говорю. Не надо никогда смотреть на кого-то других, потому что у каждого своя мишень и своя мотивация под эту мишень. Лучше всего найти свою мишень и потом уже прописать план к достижению этой мишени. От чего еще бывают проблемы? Когда вы цели ставите маленькие, вы натыкаясь на проблемы, видите картинка снизу, вы видите только проблемы, вы даже не замечаете. Спасибо за вопрос Владимир, это не та форма, но это одно из моментов, который будет в нашей команде. То есть будут параллельные движения в бизнес группе и по достижению результата. Просто пока тот проект еще продолжает разрабатываться пока он не вступил в стадию запуска, поэтому чтобы не ждать, мы решили в нашей команде запустить подобное, чтобы вас подготовить особенно к тому проекту, и чтобы вы гораздо быстрее достигли больших результатов. Они взаимодополняемые два проекта, которые вам помогут двигаться быстрее. Так вот, если вы ставите маленькие цели, то будьте готовы, что вы наткнетесь на большие проблемы, которые перекроют эти цели, и вы про них забудете. Поэтому старайтесь ставить вначале большие цели, а потом разбивать их на маленькие дополнительные цели. Давайте посмотрим следующий слайд. Осталось совсем немножко времени. Я просто хочу вам сказать, мне очень нравится вот это изречение схема достижения целей. Захотел, спланировал, сделал. Когда наши цели, это как сегодня мы с вами говорили, как идти поход за молоком, или пойти за газетой, или сделать привычные действия, к чему вы привыкли, то это однозначно будет достижение. То есть если вы захотите чего-то очень сильно и обязательно пропишите, спланируйте этот путь, спланируйте, разобьете на этапы и потом начнете первые шаги, потом уже не будете задумываться, как это делать, а просто пойдете туда, чтобы просто купить молоко или просто купить газету, вот тогда вы будете и делая действия, просто идти, то вы обязательно туда придете, это однозначно, прям короткий путь, захотел, спланировал, сделал, и тогда вы точно достигнете цели. Цель должна быть понятная, расписанная, ограниченная во времени и обязательно достижимая. Я, конечно, понимаю, что если мы ставим очень запредельные цели, например, что значит поставить большую цель, например, кто-то пишет, хочу зарабатывать миллиард долларов через полгода, это недостижимо. Если кто-то ставит цель, хочу зарабатывать 100 тысяч в месяц через полгода, это достижимо, но вы должны тогда четко осознавать, сколько нужно сделать и как это делать. Если ваш уровень, ну, пока уровень знаний ниже, то тогда вы должны понимать, что лучше подальше поставить дистанцию, тогда это будет упрощенная достижимая цель, но ограниченная во времени. Цель должна быть желанная, это то, о чем мы с вами говорили, она должна мотивирующей быть, она должна вас подбрасывать в воздух, чтобы вы бежали, она с подвигающим на выдержку и терпение, то есть как бы вам не было трудно и даже были отказы, вы четко понимаете, насколько вы этого хотите, и вас все равно это мотивирует и двигает вперед, то есть знаете как, чтобы здесь была и мотивация, и волшебный пендель для самого себя, не дающие вам не спать, не есть, это не то, что я против того, что вы спите, едите, а вот это состояние, не могу спать, пока не зарекрутирую человека в свою команду, не могу есть, пока, например, не проведу какую-то бизнес-встречу или еще чего-то, пока не сделаю то, что запланировано на день, не могу ни есть, ни пить, ни есть, ни спать, не могу ни делать ничего другого, пока вы ее не достигнете, пока вы не достигнете этой цели, то есть вы просто, это, знаете, как в кавычках не есть, в кавычках не спать, это те ограничения, которые вы сможете себе поставить, для того, чтобы ее достичь, пока вы не ощутите в руках и не испытаете тот восторг в душе, вот оно свершилось, я смог это сделать, ура, вы ощутили и получили вот то, что вы хотели, получили тот восторг, до слез, я смогла, я смог, вот это ощущение должно быть, и тогда вы однозначно дойдете до этой цели, поэтому это очень важно, когда вы планируете осознавать эти пункты, какие ключевые задачи для достижения цели, я просто повторю, потому что мы сегодня очень много говорили, есть, говорю, другие обучения, которые на самом деле помогут вам, это планирование обязательно, это постановка задач на каждый этап обязательно, это мотивация для себя и мотивация для ваших людей, ваших людей в структуре и для ваших партнеров обязательно, контроль обязательно, это те показатели, о которых мы с вами говорили, оценка результата обязательно, но конструктивная оценка результата, не получилось, почему не получилось, как могу изменить, получилось, почему получилось, как могу изменить, вот здесь работает очень, здесь всегда нужно думать, что существует маятник, если вы сильно радуетесь, то вы можете Не можете неконструктивно подойти к тому, почему у вас получилось. Если вы сильно огорчаетесь, то вы не можете конструктивно подойти к тому, почему не получилось. Думайте, оценка результативности должна быть конструктивная, четкая, понятная, как у бизнесмена, а не как у девочки, которая только в начале пути побертатного, когда она только становится на путь и становится женщиной, вот она только-только рождается как женщина. Мы же все взрослые люди, поэтому давайте мы пойдем по взрослому пути и будем четко следовать, как бизнесмены. И последний, а нет, одиннадцатый слайд. Не поверите, улыбнитесь. Я когда нашла вот этот слайд, я очень улыбалась, потому что вот есть 24 способа достичь успеха. Это 24. Это получается, считайте, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 дней плюс 12 ночей просто тупо копать, работать, копать, работать, копать, работать, работать и работать, 24 часа в сутки, можно не 24, но если будете работать 24, то за 12 дней вы увидите такой шикарный результат, если вы будете просто каждый день работать. Конечно, это, с одной стороны, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Я бы сказала, что в каждой доле правды есть доля шутки. Если относиться к своей работе с улыбкой и просто работать и делать положенные действия, то однозначно будет результат. И последний слайд, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. Мир уступает дорогу тому, кто знает, куда идет. Это действительно происходит, это действительно открывается, это действительно проверено. Когда вы знаете, куда вы идете, то все задания, которые вы будете получать в нашей бизнес-группе и просто от своих наставников. Если вы просто будете изучать, не пойдете в бизнес-группу, но будете изучать именно сайт Faberlic Project и будете просто изучили, сделали, изучили, сделали, изучили, сделали. И это если будет каждый день, то однозначно мир уступит вам дорогу, потому что вы знаете, куда вы идете. Поработайте над этим. И я рекомендую обратить внимание на тот бизнес-проект, который бизнес-группу Faberlic Project, которую мы запускаем. Потому что, с одной стороны, там жесткие условия, но там будут очень простые действия. Очень простые, маленькие, разбитые на шаги, прям на крошечные шаги, но их надо будет выполнять. Если вам сложно самому увидеть то большое будущее, куда вы пойдете, то давайте пойдемте с нами, мы вам будем давать конкретные задания, конкретные обучения, конкретные направления. Вы будете просто их выполнять. И я гарантирую, что если вы будете это делать, то однозначно к концу года у вас будет квалификация старший директор не меньше 5000 баллов. Я точно это знаю, потому что я так шла, потому что в свое время, когда я не верила, когда я готова была уйти, когда я готова была бросить все, Светлана Заварухина сказала мне, пиши свою цель. Я говорю, да не буду я писать, у меня все равно ничего не получится и не получается. Она сказала, пиши свою цель. Я говорю, я хочу зарабатывать 50 тысяч в месяц. Она говорит, хорошо, напиши, когда. И когда я написала это, разбила на этапы, разбила на месяцы, разбила на периоды, а потом я начала расписывать по своим задачам, по людям, которые пойдут вместе со мной, по тому, как будет выстроена моя структура именно внутри моей команды, для того, чтобы я достигла этого результата, вот тогда мне пришлось изучать маркетинг план, потому что то, что я видела и думала, что если я сделаю это, но будет такой доход 50 тысяч, я поняла, нифига, можно получать и намного меньше. Но теперь я знаю точно, как зарабатывать в статусе старшего директора более 50 тысяч в период. Поэтому более 100 тысяч в период. Поэтому, если вы готовы, добро пожаловать. Я могу сбросить вам ссылку на форму буквально здесь, или вы можете зайти в наш чат, мы там сбросили эту ссылочку, для того, чтобы вы начали, записались в предварительный список, и уже просто доверились своим наставникам и доверились тому, что мы можем вам дать и как вы можете достичь своего результата. Вот, даю вам ссылку, пройдите по ней, запишитесь потом. У меня все, коллеги. Если у вас есть вопросы, я готова буквально коротко ответить. Готово, благодарю вас, что вы были, что вы пришли, и что вы включились в этот процесс. На этом буду заканчивать, не буду вас долго держать, потому что на самом деле очень важно самоопределиться. 17-ти часовой курс мне интересен. Лиана, мне нужно понять, какой, потому что у нас несколько курсов, и я просто свяжусь с вами, и мы с вами уже поговорим по телефону, потому что я видела, вы это писали, но я не совсем поняла, о чем вы. Поэтому я вам это скажу. Не здесь и не сейчас, хорошо? Лично, в личку. Итак, вперед к высоким достижениям и к великим результатам и прекрасным осознаниям. До свидания, до встречи.